Меня зовут Макс Акпаров, я работаю в агенции Подиклик, специалистом по вирусному маркетингу, также СММ. Альтер-эго – это шизофрения или новый инструмент СММ? Откуда появилась идея? Я сам лично очень против насчет фейков, да? Фейки, они не живые. Они могут там, как сказать, вести какую-то группу, да, там, создавать какую-то там. Иллюзию активности, да? Но на самом деле, самой наши люди еще, ну, как бы, хоть большая часть аудитории есть в интернете, да, но она все равно живет оффлайновой жизнью, да? И вот эти фейки не могут контактировать именно оффлайн с этими потребителями, да, которые есть в группе. Они могут какую-то иллюзию создать и все. У меня была цель такая, то, что изначально сделать так, чтобы фейк, ну, вот этот альтер-эго, как палец в пальце, да, то, что я создал, чтобы он мог участвовать в конкурсах. Чтобы он, кстати, в двух конкурсах победил. Вот он, получается. И самые главные инструменты это вот фейсбук, страница, свой аккаунт, твиттер ведет. Также, вот, создает... Нет, это я. Можно чуть этот пониже? Вот, люди лайкают, да, там, им нравится. Но здесь у нас разрабатывание для фейсбука, именно для страницы, пальца в пальце, вот там уже будет интерактив, будет игра, флеш-игра, где может человек, посетив страницу пальца, немного по нему пострелять, например, или же, я не знаю, как эта игра называется, я видел в айфоне, там, как этот, можно пальцем убить тараканов. Вот он, вот. Мне указательный палец. А он боялся там всякие, друзья, да? Ну, есть идея, да. В группе СВК есть его босс, сейчас, ну, собираемся внедрять его девушку, там у них уже будет своя история. Когда вы проводите там какую-то акцию, скажем, там, конкурс, да, фейк уже здесь просто проявляет активность. Дальше он уже ничего не делает. Нет никакой оффлайновой коммуникации, да, получается. А здесь люди знают то, что это палец в пальце, то, что это мой палец. Я от лица пальца могу там участвовать в других конкурсах, да, например, забрать его приз, скажем, да, ну, как еще? Наверное, здесь? Наверное, да. Слава, спас. Формально, как кублин отбежит этот аккаунт? Тебе лично или агентству? Мне лично. Это мой палец? Да, это мой палец. У меня продолжение этого вопроса. То есть это была твоя инициатива, это была инициатива агентства? Азвучно, что тоже коммерческих? Вообще, сама идея появилась, внезапно я пришел на работу, попал под дождь, я сам недавно в Алма-Ате, я не знал, что такие дожди здесь. Промолк, настроение, дождь шай. И когда пришел на работу с утра без настроения, просто решил поднять себе настроение, во-первых, и также поднять настроение людям, которые сидят в бас-бармах. Как появилась идея? Я увидел эти фотографии с пальцами, да? Они просто как фотографии были. У меня возникла идея, почему бы их не оживить? Да, почему бы... Не просто фотографии, там уже снять видео. Какие-то тексты. Пусть они ведут какую-то жизнь свою. Именно почему я взял тему, как сказать, инструмент как альтер-эго. Вот этот инструмент, он очень удачно пользуется, как в России, да, пользуется. Именно есть артисты, которые создают именно для интернет-аудиторию свое альтер-эго, которое можешь, там, например, сами знаете, то, что у стандартной рекламы или, там, для ротации на телевидении есть какие-то жесткие правила. Да, там, цензура, там нельзя показывать, там, обнаженные тела и так далее, да? В интернете этого нет. Также человек, там вся свобода. И получается, когда создают альтер-эго, ну, исходя, там, баста Нагана, да, Витя Вакуленко, знаете, наверное, такого артиста. Вот, вот, за счет своего альтер-эго Нагана он стал очень популярным. Мне кажется, нужно создавать какие-то мемы для нашего казнета, чтобы людям было интересно было. Ну, кстати, вот, когда появился бас-бармак, его начали троллить. И в основном начали троллить именно мужчины. Но... Кто-кто? Мужчины. Именно мужская аудитория начала троллить бас-бармака, а девушки, наоборот, ставили лайки его комментарием, там, каким-то его постам. Не знаю.